В Архангельске проходила книжная ярмарка «Белый июнь», где наш герой был награжден дипломом «Лучшая книга 2020 года» в номинации «Защитник». Дорогие мои, ну что, ну вот, наконец-то посвящались. Для меня Калининградская земля, она не является какой-то такой близкой по крови родной, да, но я ее очень полюбил, потому что было здесь уже раза четыре, наверное, ну, даже пять. Здесь живут мои родственники, вот завтра, друзья, завтра будем встречаться с моей однокашницей, с которой мы сидели за одной партой, и вместе закончили Лопшинскую восьмилетнюю школу. Татьяна Поездеева, она была главным бухгалтером рыбного колхоза за родину. Главным бухгалтером, серьезная причина. Она сейчас до сих пор работает, и завтра я ее увижу. Мы, наверное, поедем с Пискатом Константиновичем, наверное, Михаил поедет, дай Бог нам съедет туда, хорошо. Вот такие дела. Ну, наверное, начать надо все-таки сначала, то есть с детства. Детство у меня было, дорогие мои, сумотожное. Потому что, ну что, деревенское детство. У нас в семье пятеро детей, папа, мама, бабушка, дедушка, к сожалению, рано ушел из жизни в экспедиции Георгия Вседова. И с дедушкой не получилось пообщаться. И он где-то в Мурманске похоронен. Надо мне его найти, могилку. Но пока не удосужился. А второй дед у меня погиб на Карельском фронте. Полине мамы. И тоже... Нет, могилу мы его нашли. Слава Богу, я тоже просто до сих пор не бывал. Тоже хочу очень побывать. Ну, в самом деле, недостаток времени. А так, практически все время занято какими-то поездками, встречами. Ну, с удовольствием живу. Мне нравится такая жизнь. Вот я ее люблю. Теперь немножко, в самом деле, о детстве. Детство – это одна из моих тем, которых я постоянно где-то касаюсь, разрабатываю. У меня вообще несколько таких постоянных тем. Это вот мое детство. Это моя деревня. Вот это люди, природа. И это очерки исторические. Тоже очень люблю эти очерки. Потому что... Это не очерки люблю, а что любить свое. Несерьезно и нескромно. А я люблю тему саму. Потому что у нас тема. Потому что у нас наша история, она вся-вся перепутана. Вот. Может, неожиданно для вас звучит, но я просто говорю это искренне. И тоже с любовью. Ну, такая история. Надо ее заниматься так же, как, так сказать, и другими произведениями. Она очень... У нас интересная история. Мы... Россия живет вечно в каких-то изломах. Вы сами это знаете. Но... Вот заметьте. Россия живет непросто. Но она живет уверенно. Она знает, что она всегда победит. И сейчас, вот в этой ситуации, где мы тоже, как бы, кто-то не верит, там, вот, запутались. Ни фига. Россия, это страна непобедимая. Еще потому что с нами Богородица. Это однозначно. Мы непобедимы. Так что мы тоже победимы. И, так сказать, надо жить в уверенности в завтрашнем деле. Все у нас будет хорошо, дорогие мои. Восемь классов я закончил в Лобшинге. Вот, потом пошел дальше по стране. Но в течение этих восьмих классов у меня были интересные такие события. В общем, даже, я бы сказал, судьбоносные. В том, так сказать, процессе, в котором я учился восемь лет. Например. Очень часто задают вопрос. Когда вы начали писать? Я, честно говоря, не подозревал, что на этот вопрос у меня есть ответ. Как бы ну, жил и жил. А потом оказалось, что, в самом деле, я начал писать уже давно. В пятом классе наш школьный учитель, Вангелина Викторовна Тихоненко, Лобшинский директор школы в Лобшинге. Она и директор, и преподаватель литературы. Она задала нам задание. Надо напишите сочинение на тему. Какой я вижу свою деревню через 20 лет? Ну, все размечтались о какой-то... Это же не просто о какой-то... Непонятно. Разный. А я, знаете, прошел по пути полной фантазии. Вот, напридумывал... А что я напридумывал, значит, я сказал, что через 20 лет, 20 лет, мне казалось, что какой-то безграничный исторический простор. 20 лет для ребенка, да? Ну, сами вспомните, ну, это невероятно. Год-то какая-то, формата, за этим годом. А тут 20 лет. И я напридумывал, что я, значит, уже буду каким-то известным исследователем леса и природы. А звери... Я просто очень любил природу. И звери, и птицы. И звери, и птицы выйдут к нам в деревню и будут жить вместе с нами. Вот, глухари будут по деревне ходить, как курицы, как петухами. Значит, и мы будем кормить крошечками, значит, там, да? Ну, и так далее. Зверики, там, лисы, живут вместе с собаками. Чего-то дружить надо. Вот, весь мир погрузится в дружбу. И наша деревня тоже вместе с нашим лесом. То есть будет такая абсолютная гармония. Мне так и понравилось. Я написал это с такой душой. Это мое первое сочинение. Потом оказалось, что это сочинение учительница. Ничего не сказала. Но она отправила ее в районную газету. А вы же помните, что такое раньше были районные газеты? Может, сейчас у вас тоже так же? У нас, к сожалению, изменилась ситуация. Районная газета была, как самая любимая сплетница. Она рядом с тобой. Она пишет о всем районе, о всех людях. Сунет нос в каждый дом. И было интересно читать. Особенно люди, которые уехали от нас, да? Потом смотришь на страницы газеты, а он где-то там, что-то директором стал. Кроме колхоза. Он говорит, ну ничего себе. И рассказы все идут. Это была раньше очень интересная газета. И люди все до одного дома выписывали районную газету. Это я помню за сто процентов. И в этой районной газете поместили это мое сочинение. Ну, вы не представляете, какую гордость испытал раб Божий Павел, сидящий перед вами. Ну, это же что, ну, это сибирная слава моя достигла предельных высот. Вот. И представитель колхоза, уважаемый человек деревни Вячеслав Егорович Волохитин, пришел к нам в дом, принял бутылку водки. И вот. И они с отцом распивали эту бутылку водки два ветерана. Один служил в Дальнем Востоке, а моряком. А другой служил моряком на Северном Путе. Это мой отец. Ну, и что пили они эту водочку, эту бутылочку, и нахваливали раба Божия Павла. Ну, отец гордился, так сказать. Пашка-то, председатель, пришел поздравить. Но это было необычное событие, и оно мне очень запомнилось. И я потом, когда всемирная слава стала утихать потихоньку, то я потом понял, что, Господи Боже мой, это же невероятно. То есть я всего-то навсего не так голого, что... Я составил буквки просто, буквки вот так поставил, говорит, дочь какой-то, да? И этот текст, который получился, он принес мне невероятную славу. Размерами целый район. Понимаете? И меня-то тогда поразило, ну, ничего себе. И я потихоньку стал интересоваться творчеством. Вот. Я стал писать письма. Если пишу письмо кому-то, то я стал писать их художественно. Там, тетя Паня, там, тетя Клава, там, дядя, там, Вася. Я стал писать их высокохудожественно. И люди... Потом они отголоски были, что, слушай, ты написал, как писать, письмо-то. Чего себе? Тоже было радостно. Как-то радостно-то было от всего. Поэтому я творчество испытывал только радость. И это мне понравилось. Вот. И поэтому, когда зашла речь все-таки, ну... Будет мне 17, кем ты будешь... Тогда чем ты будешь заниматься, знаешь, как у поэта? Я подумал, что нет. Но я буду, конечно, журналистом. Тут надо было писать, это будет публиковаться. Газета же. Она же расходится. Люди читают тебя. Вот. И я стал к этому пробиваться. Когда я служил в армии, потом в военном училище учился, я закончил школу параллельно. Закончил школу военно-корреспондентно. При редакции газеты «На страже Родины». Это газета «Ленинградский военный округ». А в силу того, что я закончил сначала Ленинградское и Суворовское училище, вот, потом служил в армии тоже, в Ленинградском военном округе, то я все время как бы испытывал влияние этой газеты. Читал ее, интересовался. Там же закончили я вот эти... Ну, курсы, что ли, военкора. И меня уже принимали в этой газете как своего человека. Ну, а потом жизнь пошла дальше. Я ушел, так сказать, уже в страну, переехал. Стал, так сказать, после Суворовска я поступил в университет Ленинградский. Закончил, так скажем, в факультете журналистики в Ленинграде, в университете государства. Ну, и так профессионально, уже занимался профессионально, занимался журналистикой. Ну, а дальше как случилось? Дальше, и так часто бывает. Меня вдруг пригласили там в один кабинет, и сказали, Павел Григорьевич, предлагаем идти на работу в органы государственной безопасности. Ну, конечно, я согласился. Причем мне это всегда интересовало. Мне казалось, это продолжение моей службы в Родине. Вот я, так сказать, пошел в эти ряды. А еще совершенно не жалею. Эта работа дала мне огромное количество всяких впечатлений. Дала, так сказать, возможность лучше узнать людей. Люди лучше меня узнали. Я, не хваляясь вам, скажу, что я принес много пользы в своем роде и людям. Так что это все не прошло зря, не прошло даром. Я достиг высоких воинских званий. Я честно служил. Было там много самых разных случаев, интересных историй. Но если вы вопрос зададите, я постараюсь вам что-то рассказать об этом. Если будут такие вопросы. Ну, что дальше? Дальше я поступал в университет, когда... Наверное, это интересно. Ну да, в университет. И вообще, так сказать, мои вот эти экзамены, которые я проходил в жизни, они мне давали большую пищу, так сказать, для совершенствования, для размышлений. Ну, допустим, как я сдавал экзамены по английским языку. Вы представляете, мальчишка, который приехал из деревни, да? Нет, я поступал в Суворовское училище. Как я поступал в Суворовское училище. Ну, это был цирк. Цирк, так сказать, потому что... Сейчас расскажу. Вот. Я приехал в Рееград. Ну, во-первых, в Рееграде там... Не просто было попасть в Суворовское училище, потому что я не знал, как куда ехать. Ну, добрые люди помогли, я тоже могу рассказать, если это будет интересно. А как я уже экзамены сдавал? Вот надо же, у меня была какая-то уверенность в себе и даже какое-то нахальство. Хотя от меня никто это не ожидал, я сам тоже. Первый вопрос был... Вернее, первый предмет, который пришлось задавать, это русский язык. Ну, русский язык я сдал довольно хорошо, потому что первый учитель, который я вам сказал, Евгения Викторовна, она меня так натаскивала. Почему-то меня, она за меня взялась так, то ли решила сделать им ничего-то, я не знаю. Но она меня настолько натаскала в русском языке и в литературе, что я на пятерку написал изложение. А помните, может, такую картину? Это было изложение, не диктант, не сочинение, а изложение. Ну, изложение, то есть тебе показали картину, да, и ты должен изложить то, что там ты увидел. Вот, я... Отдали картину, фашист пролетел, даже сейчас... Аркадий Класс? Аркадий Класс, фашист пролетел, то есть девочка пасет в своих там стадах, стадо маленькое там, да, теляториков, и пролетел истребитель немецкий, и расстрелял их, то есть... И убил животных. Может, помните эту картину? Аркадий Класс, фашист пролетел. Третьяковская галерея. Ага, Третьяковская галерея. И вот эту картину я описал. И вы пятерку мне поставили тогда. И это меня очень спасло и выручило при поступлении в Севоровское училище. Первая оценка. Приехали абитуриенты, и тут парень на первом джекзамене получает пятерку. И на меня уже начали смотреть, как, ну, такого реального кандидата. Интересно, вас составили-то откуда, чего там, как, ну... Второй экзамен был просто ужасный. Это была математика, в которой я ничего не понимал. Ну, у меня всегда были неважнецкие дела с математикой. Ну, так, в случае, у меня к русской литературе способности явные, а к математике у меня нет способных. Не явных и не явных, просто нет способности. Я, ну, выклылся в первый вопрос, я, так сказать, ответил. Ну, там, написал на задачку первую. Нормально, все. Решил. Второй мучился-мучился. Идет экзамен. Не могу ничего придумать. Ну, что там, ковырялся. А сосед мой, Женя, как говорила, только потому что мы с ним дружили, хороший парень такой, добрый, он взял мне листочек, ты что тут маешься? А ему надо идти сдавать, потому что он все подготовил. Быстрый зам, в течение, там, трех-пяти минут решил эту задачку вторую, дал мне, перед все, дальше сам. И ушел. Все, я старательно передрал это, переписал то, что он написал. Честно вам признаюсь сейчас, что я не сам решил все задачи. Третью задачу, я вот тоже ковырял-ковырял, ну и не доковырял. Ну, мне поставили четверку. Потому что, говоря, ну что, две задачки решил, а третью решал в правильном направлении. Так что, ну, вот, так я поступил. Две. А дальше уже, ну, дальше было несерьезно, там, без культуры, все, там, все-то отлично сдал. И идет экзамен по английскому языку. Вот это вот, конечно, дорогие мои друзья, это была комедия вместе, там, не знаю, с чем, с плясками и так далее. С акробатикой. Английский язык. У нас не было его. Потому что, и когда эти преподаватели сидят в инновационной комиссии, говорят, ну как же, молодой человек, ну уж совсем-то ничего не знает английского языка. Ну, уж совсем-то. Вот я тогда заплакал, скажет, а у нас не было английского языка. Как-нибудь. Предмет-то был-был. Ну, а почему? Я говорю, у нас была учительница, которая все время была беременна. Ну, сам, в принципе, она так родит ребеночка, опять уходит беременная. Ну, хорошие люди все. Ну, так получилось. Они меня рассмеялись, жались надо мной и поставили мне тройку. То есть, это было достаточно, чтобы пройти. Вот так получилось. Я так поступил в Саворовское училище. Ну, а дальше уже жизнь как-то так наладилась. Да, и потом я не подвел этих учителей, потому что они сказали, что будем смотреть. Смотри, если плохо можно сдавать английский язык, мы тебя выгоним. Все-таки, думай, Саша, тебя выгнали в Саворовское училище. Ну, вот. А я Саворовское училище закончил с дюбломом военно-переводчиком. Так что я обогнал ноги, так сказать, нормально, пятерку получил. Нет, в этом плане, конечно, добрые люди помогли, фактически. Добрые люди, которые в меня поверили. Понимаете, это очень важно, что в тебя поверили. А в меня поверили. Дорогие друзья, может быть, хватит мне болтать, может, вопросы задать какие-то? Скажи, быть, очень интересно. И отвечать тоже будет интересно. Поэтому, давайте. Я понял, что, конечно, вот эти просторы, вот эти вот просторы, которые, насколько хватает глаза, они, конечно, наверное, и способствуют порождению талантов, потому что есть, о чем думать и за что переживать. Человек, который, ну, человек, который может написать, он должен сначала расположить в силе. Это я прекрасно знаю, поэтому еще раз очень рады вас видеть, очень рады тому, что вы уделяете внимание нашему городу и позволите мне зачитать почетную грамоту. Да, мне поручили глава администрации Дмитрий Сергеевич Макаров и глава Советского городского округа Григорий Фелик Светов вручить вам почетную грамоту. Награждается Кремев Павел Григорьевич заместитель председателя Совета Союза писателей России за проведенную творческую встречу, за личный вклад в развитие культуры на территории Советского городского округа, потому что мы в это верим, что мы поддерживаем и пронесем, и желаем вам новых ярких страниц в творчестве и надеемся на дальнейшее сотрудничество популяризация лидературы в нашем городе. И также будут у нас просто небольшие суверенчики. Я достану, потому что хочу отдельно отметить. Наш город славен в первую очередь своей историей и мы хотим вам вручить такую памятную медальку. Это королеву Уиза, Материон и, конечно же, Александр I, Целезинский мир. А, Целезинский мир. Конечно. Чтобы вы помнили о нашем городе, с вами непосредственно. С вашего позволения отклонимся, потому что у нас еще много. Спасибо большое. До свидания. Я в журнале Двина прочитал один из его рассказов. Читал ночью. А на севере в июне читать ночью можно даже не включая электричество в белые ночи. Вы знаете, рассказ до такой степени меня потряс, что я не мог его дочитать до конца. Я в 6 часов утра остановился и набрал его номер. Вы представляете, в 6 часов утра я позвонил в Москву слышу сомный голос трубки «Алло! Кто это?» Я говорю «Это Кириллов». «А, разговариваешься». Я говорю «Вы знаете, я высказал все, что я думал». Я говорю «Я не встречал, не радусь в моей жизни таких рассказов, которые бы меня так потрясли». И хочу это выразить вот так вот, такую вот рань, чтобы это было естественно, как я испытал. Вот такая вот. я очень желаю всем вам, чтобы вы, взяв в руки книги Павла Григорьевича, испытали, тоже самое, что испытал я. Спасибо. Извините еще раз, я не могу, у меня нет выбора. Всему доброго. Павла Григорьевич, а вот у вас есть такой рассказ «Белоушка» о Поморском Волге. Вот переведет. У него только что вышла в северном издательстве Лоцца замечательная книжка «Шелоник», за которую он получил арктическую премию. Губернатор Мурманск утвердил, и вот этот вот прекрасный, совершенно, ой, это повесть «Беляк и пятнышко», над которой действительно, вот когда ее перевели в Польшу, то переводчицы говорят, что они плакали всей семьей. И мама, и она, потому что удивительная и нежная вещь вот об этой девочке, действительно, чья дочка сейчас живет совсем рядом, ваша землячка. И я очень благодарна Павлу Григорьевичу, что в журнале «Литературное знакомство», который я возглавляю 14 лет, он уже 4 года абсолютно бесплатно везет рубрику «Свет русского севера». И он рассказывает и о своих земляках, и о традициях. И вот я рада, что у нас был такой конкурс «Патриот России-2019», и Павлу Григорьевичу была присуждена премия и диплом этого конкурса именно за цикл этих очерков. И я тоже обещаю, что я, вернувшись и получив ваш адрес в течение ближайших 10 дней, вышлю вам номера журнала «Литературное знакомство», где из текста Павла Григорьевича свои последние три книжки, которые были отмечены какими премиями. Я литературовед и историк искусства. И рада, что вот, очень благодарна Александру Стантьевичу, что вот он вспомнил мероприятие. Мы еще и 30 писателей, вот Павел Григорьевич, он приехал на это мероприятие, и мы один раз попросили его выступить. Он у нас почти не участвовал, потому что мы готовили его с московскими писателями, но члены Союза писателей России в основном. И это литературно-образовательное чтение. Они проходили 22 года. Я вместе с Московским и Русским посольством в Варшаве, с генпредставительством в Гданьске и Варшавским и Гданьским университетом, мы 22 года по инициативе польских литературоведов, русистов проводили 10 дней литературно-образовательное чтение. И в них участвовало более 100 писателей из Москвы, из разных городов России. И вот в них много раз в последние годы Павел Григорьевич тоже приезжал, его там полюбили, он много выступал в разных университетах и в Альштыне, и в Гданьске, и в Варшаве. И даже под его влиянием Союз литераторов Польши заключил договор с Союзом писателем России Марок Вавшкевич на Варшавскую весну все время приезжали. Мы тоже благодарны, что он своим инициативу поддержал. Но последние три года, видите, из-за пандемии, а сейчас из-за спецоперации, мы вынуждены были проводить. Мы проводили в Сочи в прошлом году и два года здесь у вас на Калининградской земле. И это как бы вот такой авторский проект мой, но я очень рада, что меня очень хорошо поддержали многие члены Союза писателей России и даже секретари Союза писателей России, потому что в этом году приезжали вот кроме Пауа Григорьевича вот приезжали и Камиль Зиганшин выступал, дарил книги библиотеки, главный редактор газеты Замшев Максим Адольфович и сказочница Глазкова и переводчик Альбонах Истоки Ирина Антонова то есть в основном большая часть участников все члены Союза писателей России и я очень благодарна я сейчас секретарь Союза писателей Москвы но я параллельно еще давно уже тоже вступила в Союз писателей России у нас разрешается по членам Союза и очень уважаю Союза писателей России и всегда рада участвовать в мероприятиях и счастлива что у нас появилась такая ассоциация которая представляет замечательная Надежда Пермоленко мы попросим ее сказать она у нас работает в ассоциации писателей и издателей и в эту ассоциацию вошли Союз писателей России в первую очередь Союз писателей МАЗБ и Союз издателей пожалуйста вот хотела бы два слова рассказать про нашу ассоциацию ассоциация Союз писателей и издателей входит пять союзов самых крупных которые в России есть это Союз писателей России Союз российских писателей Союз писателей Москвы Союз писателей Санкт-Петербурга и Российский книжный союз. У нас пока в ассоциации такие пять крупных направлений, которые у нас работают сейчас в данный момент. Ну вот это наше направление, которое я представляю. Это творческие поездки писателей по России, по регионам России. То есть мы возим известных писателей, целиком все оплачиваем поездки, организуем с помощью местных председателей союзов встречи в библиотеках, в вузах, в школах. В различных домах отдыха, ну то есть как бы в зависимости от сезона. Чтобы вот как раз читатели встречались с писателями, видели, да, то есть вживую такие встречи. Мне кажется, это очень здорово и для читателей, и для писателей, которые также могут посмотреть на своих читателей, с ними пообщаться и вообще вдохновиться каким-то вот колоритом региона для того, чтобы создать, возможно, какие-то, возможно, дальше свои произведения. Дорога. Это только что вышло в православном издательстве. Вознесню Казанскую буквально неделю назад. И вот этот награжденный премией «Мамина Сибиряка» «Первый балк и струхи». Замечательный рассказ о животных. С предисловием, по-моему, Владимира Николаевича Крупина от нашей классики. Крупин или Чутин очень высокую оценку дают творчество Павла Григорьевича, как и ушедший уже Анинский, Валентин Яшкурбатов. То есть, действительно, в течение последних лет очень много было восхищенных отзывов. И мы рады, что вы тоже сегодня встокомитесь с этим. Мы тоже очень рады, что вы сегодня посетили наш город Рос. Очень даже рады. Павел Григорьевич, спасибо вам большое за творческую встречу, что привезли нас таких, у меня очень громкий голос, я очень громко говорю, таких чудесных, почетных гостей. Поэтому мы очень благодарны. Очень интересная встреча, очень интересная у вас биография. Спасибо от нас. А это наш мозг королева Луизы. Вот это напротив. Это мы сами нарисовали. Мы хотели вам большой капюшек подарить, но очень пожалели, что вы полетите в самолете, и с этим капюшком вам придется это. Отвезти его. Поэтому я думаю, что очень всем понравилось. Спасибо большое. На этом теплые поздравления не заканчиваются. Я хочу предоставить слово членам Союза писателей России Анатолию Павловичу Крицегу и Людмиле Александровне Эйзе. Пожалуйста. Спасибо. Уважаемый Павел Григорьевич, от всей души, от имени Общественной писательской организации «Росток» нашего города мы благодарим вас за то, что вы нашли время и посетили наш город. Это было непросто. Мы знаем, мы с вами уже встречались в Европе-Агрокеоновске, встречались уже несколько раз на подведение итогов конкурсов. И вот сегодня мы снова встретились уже в зале нашей библиотеки. Мы очень любим свой город и очень гордимся тем моментом, что за все время впервые именно от руководства Союза писателей России сегодня вы посетили именно наш город. Библиотека имени Исаака Яковлевича Ростовна, почетного гражданина города, первого почетного гражданина города Советска. С приближением удовольствием, когда мы говорили о нашей встрече, принялось, так сказать, готовить эту встречу. И мы очень рады и благодарим Галину Александровну Уткину и коллектив библиотеки за ту работу, которую они провели, для того, чтобы эта встреча в нашей состоянии еще мы горды именно тем моментом, что, смотрите, 31 числа прошел большой парад в городе Санкт-Петербург военно-морского флота, в котором участвовал малый ракетный катер с названием Советск. Этот катер готовился или на стапелях нашего Балтийского завода. Вот. И вы горды тем, что он носит имя нашего города. Мы благодарим вас и хотим преподнесся вам небольшой подарок. Эта книга была посвящена 75-летию образования Калининградской области. Это очень хорошая книга и спонсировала ее Балтийская дирекция Балтийская АЭС Росатом. Вот. Они помогли. Ну, значит, а то я буду сегодня такой сувенир. Это вот для писателей. Ну, наверное, совершенно необходимая вещь, да? Александр Александровна, хочется секреты рассказать. Вы знаете, мы с мужем и я вот являюсь сидеть на мистике, может быть, это по секрету. Мы не сильно не понимаем. Это все наши а это тоже члены сувеницей. У нас растут писательская организация в полном составе. Мы хотим писать в Калининградской вот этой нашей регионе Алимпийской датой. Да, это дай. Спасибо вам большое за увлекательные путешествия на нас. Пошла это. Все душиные ваши названия. Внимите наши советские наузы. И приезжайте к нам, мы всегда рады. И очень рады. Встречались в Бургахеозах, очень рады в Советскому. Давайте кто-то на память сделает. Да, да, давайте пошли.